Губернатор Юрий Бездудный провел первое еженедельное совещание с заместителями и руководителями профильных ведомств в новом статусе. Глава региона сообщил о решениях, принятых им после вступления в должность губернатора, и призвал коллег к продуктивной работе. Ольга Русул продолжит тему. Одним из основных вопросов, рассмотренным в ходе еженедельной планерки, стал бюджет Ненецкого округа. Основные поступления произошли за счет налога на имущество 4,82 млрд рублей, безвозмездных поступлений 3,06 млрд рублей. Доходов в виде доли прибыльной продукции от Харьягинского СРП 2,49 млрд рублей, налога на прибыль организации 1,19 млрд рублей. Что касается налоговых поступлений, этот показатель может измениться. Вчера я провел встречу с исполняющей обязанности налоговой инспекции, и мы как раз обсуждали те поступления, ожидаемые до конца года по налогам. Налоговый в ближайшее время прогноз подготовят. С чем это связано? С тем, что в последнее время были проведены переговоры с целым рядом недропользователей, в частности, это УКОЛ, это Башнефтьполюс, это другие компании, Русьедпетра, Зарубежка. И все они будут сейчас корректировать несколько свои налоговые отчисления. Об исполнении окружного бюджета на еженедельном оперативном совещании сообщила вице-губернатор, руководитель Департамента финансов и экономики Ненинского округа Татьяна Лагвиненко. По состоянию на 14 сентября 2020 года, с начала года в окружную казну поступило 12,996 миллиардов рублей, при годовом плане 20,769 миллиардов. Доходы за четвертый квартал не покрывают расходы, даже с учетом выборки всех кредитов, которые мы запланировали и оттарковали. Их хватит только на первоочередные расходы. Минимальная сумма финансирования защищенных статей – это зарплата, коммуналка, налоги, стипензии, порядка миллиарда в месяц. И у нас остается еще национальный проект, это 4 миллиарда, которые мы должны с вами профинансировать. Расходы бюджета с начала года составили 14,63 миллиарда, при годовом плане 23,93 миллиарда рублей. Исполнение по расходам составило 61%. Основные расходы пришлись на бюджетные учреждения, социальные выплаты населению, поддержку в форме субсидий юридическим лицам, инвестиции в госсобственность и содержание казенных учреждений округа. Дефицит окружного бюджета составляет 1,64 миллиарда, при годовом плане 3,13 миллиардов рублей. Полагаю, что такой низкий процент освоения на 9-м месяце текущего года, он связан прежде всего с тем, что мы получили в середине года 4 миллиарда дополнительных на Усинскую дорогу. Государственный долг по состоянию на 14 сентября 2020 года составляет 2,34 миллиарда рублей. Ольга Русул, Вадим Стасюк, Телеканал Север.